В Спировском районе прошла церемония захоронения экипажа помордировщика, сбитого в этих местах во время Великой Отечественной войны. Причем так получилось, что останки одного из летчиков предали земле уже во второй раз. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Александра Романова одна из тех жителей деревни Бирючёва, кто очень ждал этой торжественной церемонии. Ведь она уже в молодости знала, что где-то в окрестных лесах в конце 41-го года разбился военный самолет. Прочесывая территорию в поисках металлолома в 1955 году, местные жители обнаружили обломки машины, а также тело одного летчика, которого захоронили. Больше до поры до времени узнавать не получалось. Когда ознакомилась с документами, мне тогда показалось, что как-то несправедливо. Захоронен у нас только один летчик, а экипаж четыре человека. Но тогда была молодая, а мне сказали, не твое дело, молчи, я и молчала. Лишь минувшим летом здесь появились поисковики. Поработав предварительно в архивах, они выяснили, что летчиков может быть больше. Ведь тут разбился бомбардировщик ДБ-3Ф, экипаж которого состоял из четырех человек. После обследования тяжелой заболоченной почвы они наткнулись сначала на обломки самолета, а затем и на тела трех летчиков. Это командир экипажа Николай Шейн, штурман Василий Фадеев и стрелок-радист Исаак Менис. Сегодня экипаж воссоединится и три до этого считавшихся без вести пропавших летчика будут приедут на земле. Была действительно проделана очень большая работа. Вместе с четвертым членом экипажа, найденным 65 лет назад стрелком Тимофеем Горбуновым, они обрели последнее пристанище в деревне Беречево, Спировского района. В церемонии перезахоронения приняли участие представители-исполнители и законодательные власти регионального и муниципального уровней, члены и эксперты общественной палаты Тверской области, представители воинских частей, ветеранских и молодежных организаций, школьники и жители Спировского района, ну и, конечно, поисковики, работу которых отмечали все собравшиеся. Благодаря поисковым отрядам сделано очень многое. Установлены имена погибших летчиков, и сегодня мы отдаем последний свой долг, производя захоронение солдат. Сегодня хотим выразить искренние слова благодарности всем поисковым отрядам, Вирскому региональному отделению поисковой движения России за тот неоценимый вклад, который они сделали. Сами же поисковики выражали искреннюю благодарность жителям деревни Беречева, а также местным краеведам. Ведь именно они помогли в локализации района падения бомбардировщика, а значит, и в обнаружении остальных членов экипажа, которые теперь, почти 80 лет спустя, снова вместе. Субтитры создавал DimaTorzok